Специально ко дню Великой Победы в офтермологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0 улица Крымская 242 офтермологический центр Тризе. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И сегодня выпуски. Мирные праздники. Безопасность мероприятия во голове угла. Будущее за рабочими специальностями. Курорт ждут новые кадры. Готовность памятников Великой Отечественной ко дню Победы оценил глава города. Памятники военной истории возьмут под круглосуточную охрану. Дополнительные меры приняты и по защите ветеранов от преступных посягательств. Сегодня темы обеспечения безопасности в майские праздники детально обсудили на Совете Безопасности при главе Анапы. Мы живем в период осложнения международной обстановки. Ни для кого не секрет, что для антиобщественных сил это самое удобное время для провокаций. Не допустить негативных проявлений, особенно в период праздников, главная задача. Хочу особо уделить внимание и обратить внимание присутствующих на охрану памятников в период подготовки к проведению Дня Победы и праздничных мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда, и в период проведения самих праздников. Полиция переходит на усиленный режим несения службы. Дополнительные силы будут задействованы в охране общественного порядка в дни майских праздников. Особое внимание героям предстоящих торжеств. Проводим работу по недопущению преступных посягательств в отношении проживающих на территории Анамского района ветеранов Великой Отечественной войны. Безопасность – это бесперебойная работа систем жизнеобеспечения курорта. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства составили графики дежурств. Ни на день объекты не останутся без внимания специалистов. А вот доступ к социальным объектам в праздничные дни, напротив, должен быть ограничен. Для руководителей образовательных учреждений, то есть средних и дошкольных образований, ужесточить контроль за допуском лиц на территорию и особенно в здание. Нечего никому там делать внутри. За исключением спортзалов. Спортзалы должны работать. Если с максимальной ответственностью подойти к выполнению поставленных задач, то праздники пройдут под знаком безопасности, подчеркнул Сергеев. А для этого надо работать, а не заниматься болтовней. Реплика относилась к сплетням, якобы об уходе главы на новое место работы. Те, у кого есть заботы, которые надо сегодня, злободневные вопросы, которые надо решать. У нас очень много вопросов нерешенных в преддверии праздников. Они работают, им некогда разговаривать, понимаете? А вот бездельники, они да. Один из самых замечательных символов Анапы, памятник Дмитрию Семеновичу Калинину, становится самым посещаемым в эти дни. В канун годовщины гибели Героя Советского Союза в Варваровской щели глава города Сергей Сергеев приехал посмотреть, все ли сделано на мемориальном комплексе к памятной дате. Счастливый случай управляет людьми в такие минуты. В это же время приехала к памятнику и внучка Дмитрия Семеновича Евгения Валерьевна Калинина. Она дочь одного из сыновей нашего героя Валерия. А вы где живете? В Королеве, под Москвой. Подмосковный город, Центр управления полетами. Глава, конечно же, интересовался тем, что заботит уважаемую гостью, есть ли какие-то проблемы. Но Евгения Валерьевна счастлива безмерно отношениям Анапчан в памяти героического и родного человека. На самом деле я даже не настаиваю говорить, что то, как здесь относятся к Дмитрию Семеновичу, вы знаете, я даже не всегда могу его назвать дедом, потому что он не просто наш дед, то есть не просто наш родственник, уже его оцениваешь как глобальное. Национальное достояние. Да, да. Дети, приехавшие на экскурсию из ФДЦ смена к памятнику, не переставая фотографировали внучку героя. И это было особенно приятно. У нас хорошая молодежь, все понимает и трепетно оценивает историю. А завтра внучка Дмитрия Семеновича примет участие в молодежной акции на месте гибели ее знаменитого деда. Противопожарная опашка земель. Глава города Сергей Сергеев поставил перед чиновниками задачу произвести в сельских округах опашку территории. У меня вопросы к главам сельских территорий. Для вас опашка территории. Не думайте, что Хакасия – это одни условия, Краснодарский край – это другие, люди везде одинаковые. Буду ездить по территории и заместители, уважаемые коллеги, тоже обращайте внимание на это. Есть ли эти минерализованные полосы и какие есть предпосылки к тому, что может возникнуть очаг, возгорание. В большинстве сельских округов приступили к выполнению поручения главы. 18 единиц техники сегодня утром были задействованы в этой работе. В случае возникновения возгорания главное – это локализовать очаг. Опашка земли, создание минерализованных полос и противопожарных разрывов в местах примыкания к лесам – необходимая профилактика. В Гайкадзорском сельском округе опашка проводится на 600 гектарах земли. По территории нашего сельского округа дома, которые ближе к лесу подходят, это в первую очередь мы хотим, чтобы не случилось у нас как в Хакасе. До конца пожароопасного периода на курорте будут проводить регулярное патрулирование сельских территорий. Оформление на улицах города-курорта все ярче свидетельствует о приближении главного праздника нашей страны – юбилея Великой Победы. Штрихи к портрету предпраздничной Анапы в нашем сюжете. Очень важное начинание – реконструкция и ремонт памятника военной истории – воплощено в жизнь. Работы на финальной стадии. Не отступает благоустройство и оформление скверов и центральных улиц в едином праздничном стиле. Тематические баннеры, плакаты на зданиях, символика юбилея Великой Победы на автомобилях. Пожалуй, никто не хочет оставаться в стороне от грядущего события. Волонтеры раздают георгиевские ленты. Украшение нам очень нравится. Все чисто, везде всякий транспарат. В девятом очень красиво. Это самый очень хороший долгожданный праздник для всех нас. У меня есть бабушка. Я горжусь ей и считаю, что она сделала большой подвиг для России, для всех нас, для нашего города, для всех детей, которые сейчас могут жить, учиться и также чем-то прославить нашу страну. Так что я горжусь ветеранами. На улице Крымской пилоны с фотографиями анапчан, героев Победы. Замечательная идея познакомить каждого горожанина с нашей общей гордостью – ветеранами. Библиотеки, школы несут свет учения. Сделали информационные стенды, посвященные событиям той войны. Юные читатели с интересом изучают историю Великой Отечественной. Чтобы люди знали и помнили своих героев. Также, чтобы дети приучались с малого чтить память и знали такой праздник, как 9 мая. На театральной площади новый цветочный персонаж. В центре клумба у фонтана сегодня появился белый голубь, сидящий на ладони. Символ мира – белый голубь. На первый взгляд, как настоящий. На самом деле творение умелых мастеров. Новая архитектурная форма. В этом году было принято решение сменить имидж клумба на театральной площади. Нашим дизайнерам было предложено вариант озеленения в виде руки и голубя. В наше столь неспокойное время решили подчеркнуть миролюбие нашего народа. Белоснежная фигурка уже привлекла внимание анапчан и гостей курорта. Клумбу еще только начали оформлять, но желающие сфотографировать новую достопримечательность уже есть. На тысячах фотографий наш голубь упорхнет в разные уголки страны. Общественный транспорт нашего города подвергался в последние дни справедливой критике. Перемены в отношении предпринимателей к своей работе происходили на глазах. Чистенькие автобусы и маршрутки без назойливой рекламы строго по расписанию. А анапчане оценили приятные перемены. На маршрутке у нас сейчас шикарные, удобные, вместительные. И интервал у них очень маленький, по 5 минут, по 7 минут. Рекламы сейчас стало меньше. Раньше на каждом сиденье везде висели эти рекламы, сейчас нет. Гораздо приятнее заходить в маршрутку, лучше, приятнее заходить, чем облеплено все рекламой. Конечно, когда заходишь, вид маршрутки должен быть красивый, эстетичный. И когда действительно налеплено много-много всего, одно друг на друга, это, конечно, неправильно. Я стараюсь избегать всех этих рекламных акций, поэтому предлагают повесить, предлагают какие-то деньги, я не соглашаюсь. Автомобиль у меня новый, поэтому не хочу пачкать. Анапа нуждается в квалифицированных кадрах, особенно это касается рабочих профессий. Один из учебных центров в Анапе, который готовит востребованных на рынке труда специалистов – Академия труда. Лицензированный учебный центр Академии труда сегодня проводит экзаменацию мастеров ногтевого сервиса. Студенты сдают сначала теорию, затем на практике демонстрируют, чему научились за полтора месяца. Практику обучающиеся проходят в салонах красоты города и часто уже во время учебы находят новую работу. Но если специальность актуальная, всегда можно повысить или расширить квалификацию. Психология делового общения, охрана труда, кадровое делопроизводство. Обучение по программам дополнительного профессионального образования, как то охрана труда, электробезопасность, пожарно-технические меню, подготовка специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и по программам промышленной безопасности. В сезон востребованность рабочей профессии, конечно, увеличивается. Вот в связи с этим и были введены у нас курсы для подготовки по рабочей профессии. Гостиничному бизнесу Анапы всегда нужны горничные, администраторы, кафе и ресторанам, повара и бармены, парикмахеры, экскурсоводы, официанты, кондитеры. Если с работой возникли затруднения, всегда можно получить дополнительную профессию и поменять жизнь к лучшему. Внимание самозанятого населения. В соответствии с изменениями, внесенными в закон о страховых взносах, предприниматели, чей доход за 2014 год превысил 300 тысяч рублей, обязаны дополнительно уплатить страховые взносы в размере 1% от суммы дохода. Информацию о доходах в пенсионный фонд будут передавать налоговые органы. В случае, если отчетность в налоговую не представлена, страховые взносы будут взыскиваться в восьмикратном размере, что составит более 138 тысяч рублей. В связи с этим обращаем особое внимание индивидуальных предпринимателей, неведущих или приостановивших финансово-хозяйственную деятельность на необходимость предоставления информации о доходах за 2014 год в ФНС по городу-курорту Анапа. Более подробную информацию можно узнать по телефону 462-31 и 452-93. В сельском детском саду Джигинки сотрудники ГИБДД подготовили для дошколят к лету изучение правил дорожного движения в игровой форме. К дошколятам детского сада номер 23 Кубаночка села Джигинка пришел необычный гость. Светофор Светофорович поинтересовался у ребят, знают ли они правила дорожного движения, как переходят улицу и ездят ли в детском кресле. Две команды пешеходов и водителей рассказывали про значение дорожных знаков, сигналы светофора. Инспектор ГИБДД показала значение сигналов постового. Импровизированный автомобиль по всем правилам проследовал по проезжей части. За рулем дети. В реальности малыши пока еще пассивные участники дорожного движения, но к взрослым водителям у них есть просьба. Я бы хотела сказать водителям, чтобы всегда соблюдали правила дорожного движения и никогда не нарушали ничего, не смотрели на светофоры. Мероприятия по правилам дорожного движения пройдут также и в других дошкольных и школьных учреждениях Анапского района. Завершит выпуск прогноз погоды. Четверг в Анапе пасмурно, но без засадков. Немного прохладнее, плюс 14 дневное время. Обнадеживает южный ветер, он все чаще у нас гостит. Навевает уже мысли о лете, приносит ароматы цветов и свежести. Генеральный партнер программы клиника ТРИЗЕ. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Специально ко дню Великой Победы. В офтальмологической клинике ТРИЗЕ для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская, 242. Офтальмологический центр ТРИЗЕ. Офтальмологический центр ТРИЗЕ.